всем привет сегодня мы завершим рассказ об отображении таблицы в эликсир код про взаимосвязь между эликсир кодом и таблицы а именно про механизм валидации каким образом он здесь осуществляется в обычных языках программирования на практически в любых платформах следующий паттерн присутствует у нас есть какой-нибудь объект object у него есть например поле age и мы например проверяем его чтоб она каким-нибудь условиям например больше 18 и потом мы делали какой-нибудь action например позволяли зайти на сайт позволяет сохранить базу данных данного юзера иначе мы могли перенаправить или запретить доступ как-то так фениксе решили пойти другим путем а именно путем множество изменений то есть мы работаем с множеством изменений сейчас на практике разберем что это значит конкретно для начала сделаем импорт нужного нам модуля это . честь сет и создадим функцию тень что это может сперва немного путать но со временем вы привыкнете честь сет модуль это у нас здесь большой букв просто подключить дополнительные функции а чень что это наша функция которая будет создавать по итогу некий страйк с полями какими-то как он выглядит мы посмотрим чуть позже итак наша специальная функция честь сет принимает структуру страх до структура уже существует уже существует да уже существует существовало или голая структура вот это и к ней мы хотим применить некоторые параметры то есть мы хотим сделать внести какие-то изменения поскольку мы не всегда хотим их сделать поэтому мы используем здесь дефолтный параметр пустую мапу то есть повторюсь еще раз вот этот параметр что здесь может быть уже существующая структура это допустим если мы захотим изменить нести изменения в нее либо голая структура если например мы хотим создать так дальше теперь следующий шаг теперь нам нужно собственно создать вот это чей 6 7 6 для этого мы используем функцию из модули через сет называется она каст каст она принимает структуру параметры и список полей которым мы будем применять валидацию мы будем проверять и поле n и поля рус так пишем n рус теперь какие возможные валидации мы можем произвести например мы хотим поскольку у нас англо русский словарь то мы хотим чтобы английское слово было уникальным для этого используем следующую функцию unique constraint и пишем n но мы также хотим чтобы поля рус вообще и поле n они вообще оба присутствовали чтобы они не были простыми поэтому мы используем следующие функции валидей приква и здесь передаем список полей которые нас интересуют чтобы они были обязательны не пустыми чтобы они существовали хоть какой-то форме и в принципе все но помимо данных валидации можно сделать еще следующие валидации допустим у нас есть поле некоторая эйдж и мы можем его проверить на вхождение в какой-то диапазон допустим мы хотим чтобы наш сайт работал только-только-только-только с работающим населением inclusion с официально работающим населением мы пишем эйдж восемнадцать и как как-то вот так вот например мы можем ограничить и мы можем сделать по-другому номер эйдж мин 20 макс 30 примеру так или мы можем проверить поле на соответствие какой-нибудь паттерна то есть использует рэгерс выражения пишем валидей формат допустим у нас классный хотя не традиционно это будет какой-то email и здесь можем например использовать рэгерс выражение и здесь мы описываем ту 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 как-нибудь значит еще раз смотрите мы берем структуру она может быть уже заполнены или гола зависимости от того что что мы собственно делаем изменяем или создаем но желаем запись потом вот этой функциям мы создаем чем все а потом этот час проверяем на корректность теперь посмотрим все это на практике для этого запустим наш проект в оболочке интерактивной и x выполню следующую команду так отлично подгрузилась теперь для начала создадим как будто мы хотим сделать новую запись базу то есть она у нас будет пустая здесь еще для удобства пропишем alias alias word так вот мы хотим сделать как будто новую запись то есть мы берем word вот наш модуль берем функцию change set если мы хотим сделать новую запись соответственно вот эта структура у нас будет голой мы берем word не заполняем ее и здесь мы передаем map map то есть список параметров которые мы хотим сделать если мы хотим чтобы все завершилось корректно давайте первый раз сделаем корректно мы сделаем нам нужно заполнить оба поля n и rus unique constraint здесь проверяться не будет он будет проверяться когда был непосредственно базу сохраняться и допустим ну как то так закрываем и что мы видим у нас появилась структура change set как я и говорил эта функция возвращает структуру change set то есть смотрите это список изменений которые мы хотим применить к нашей пустой структуре то есть мы хотим внести поле hello поле x со значением hello и поле rus со значением здравствуйте поскольку у нас все прошло успешно ошибок у нас нет тут у нас тип и поле валит который говорит да или нет чтобы увидеть другой вариант например невалидность допустим мы введем без перевода и что мы видим fails почему потому что мы здесь указали valid require то есть чтобы вот эти оба поля не были пустыми здесь так и написано can be blank blank can be blank так вот мы потом это поле будем использовать в наших темп устах ну а вроде как все что здесь можно сказать то есть еще раз обычно используют подход мы берем объект берем поле и проверяем его на корректность и в а больше пост name то есть мы классически используем паттерн if then else здесь мы сперва подготавливаем некоторый объект называется change set который содержит множество изменений возможно которые мы хотим сделать и в нем присутствует флаг в соответствии с нашими валидаторами нужно ли совершать эти изменения или нет поскольку структура у нас соответственно может быть иметь флаг файлс или true мы будем ее регулярно использовать следующим образом мы будем его использовать в кейс варианте пишем кейс rip insert и здесь мы будем передавать тот change set который здесь получили в результате этой функции то есть здесь какой-нибудь change set заполненный заполненный и в зависимости от того какое поле здесь валит мы будем производить соответствующий action давайте еще посмотрим допустим у нас уже есть какая-то запись record record вот допустим мы достали из базы данных следующую запись и пытаемся изменить некоторые его значения то есть что мы будем делать мы снова будем использовать данную функцию мы берем word моды word берем данную функцию change берем данную запись record и здесь мы выписываем список параметров которые мы хотим применить например мы хотим изменить давайте изменим значение n допустим чтобы здравствуйте соответственно good day и как мы видим у нас появилась в поле change те изменения которые мы хотим сделать поскольку у нас все прошло успешно ошибок здесь нет тип даты у нас word и флаг true то есть вот этот полученный change set мы потом будем использовать в case statement то есть писать repo insert то есть мы используем не как мы это делали когда загружали в базу данных так это у нас не здесь не напрямую будем загружать объекты а загружать мы будем в объекты используя change set то есть по сути дела что мы делаем мы декларативно указываем валидаторик который мы хотим использовать а потом эту функцию используем используем все основная идея рассказана на практике мы увидим это подробнее когда будем разговаривать о edit и update в роликах про крут то есть когда мы будем делать обновления или создание объекта увидимся в следующий раз увидимся в следующий раз в следующий раз